Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. А еще с вами Excel и волшебный мир математики. А математика это вам не игра в бисер, тут все серьезно. Итак, предыдущее видео мы закончили на том, что решили перепроверить Excel, правильно ли он нашел среднее значение. Можно воспользоваться калькулятором, но мы напишем формулу, что нам нужно. Нам нужно сумму, то есть ячейку C2 разделить на 32. Именно столько ячеек у нас заполнено. Отлично, все правильно. А что делать, если, например, у нас наблюдается вот такая картина? А вот такие вот числа, да еще и с пропусками строк. Такое бывает, согласитесь, и не только от неряшливости. Можно, конечно, опять посчитать количество заполненных строк, но лучше воспользоваться функцией. Но какой? Тут нам на помощь приходит справка Excel, одна из лучших справок на свете. Вот, кстати, он посчитал среднее значение, но мы его перепроверим. Справка вызывается, например, отсюда, и хороша тем, что ищет не прямое соответствие слов, а использует интеллектуальный поиск. Нам нужно посчитать количество заполненных ячеек. Он выдает все, что может соответствовать этому запросу, и остается найти искомая выдача. Вот эта статья похожа на нужную нам. Честно говоря, потому еще, что я ее читал. Счет Z. Вероятнее всего счет заполненных. Есть примеры, но вроде и так все понятно. Так, ну это мы что-то не то вставили. Равно, начинаем писать, и он предлагает подходящие функции. Советую выбирать из предложенных, не ошибетесь с написанием. Так, счет Z и указываем диапазон. Не забывайте ставить закрывающую скобку. Все, количество ячеек он посчитал, и теперь нам осталось C2 разделить на D4. Отлично. Перепроверили. Все сходится. Но только тут он округлил. А если, например, нам не нужны лишние промежуточные графы, то мы можем сразу в формулу вставлять функции. То есть C2 разделить на счет Z вот этого столбца. Или еще проще. Сумму этого столбца разделить на количество заполненных ячеек этого столбца. Все. Посчитали. Причем теперь у нас есть постоянная формула. И что бы мы не делали с данными столбцы B, он всегда будет высчитывать тут среднее значение. Напомню, что сейчас мы пошли домой через красную площадь, как говорил наш учитель математики. Для вычисления среднего значения существует своя специальная функция. Но все это, наконец, мы оставим в прошлом. А сейчас, как обещал, некоторая практическая история. Ни одной прямо совсем подходящей базы данных не нашел. Но если приложить фантазию, это вполне подойдет. Это, кстати, Flourish. Очень забавное приложение для визуализации баз данных. Делал недавно скринкаст. Ссылка в описании. Итак, тут у нас информация по фильмам, студиям и сборам. Но представьте, что это база по пожертвованиям, которые либо автоматически, либо вручную ежедневно дополняются. Единственное, у нас тут база вставилась достаточно криво. Во-первых, он принял какие-то числа за даты. И нужно указать в формате ячеек, что это числа. И, во-вторых, он не понял точки. То есть, для него это сейчас не числа, а вообще не пойми, что. Десятичные значения отделяются запятой. Как-то это, наверное, просто решается. Но и сделать Ctrl-F, то есть поиск, и потом заменить все точки на запятые, тоже, мне кажется, несложно. А вот. Он все заменил и сразу понял, что это числа. И округлил их до двух значений после запятой. Здесь мы сделаем то же самое. Но тут возникла какая-то проблема. Сейчас Ctrl-Z, то есть отмена действия. А, он сначала не понял, что это число, и перевел его в дату. А потом дату перевел в число с двумя запятыми. Класс. Я тут забыл вставить числовой формат. Да, теперь все. Итак, вот такая база данных. Я уж не буду все переименовывать, но предположим, что мировые сборы — это сумма, которая поступила. Название студии — это вид платежа, скажем, рекуррентные платежи, платежи по банковским картам, через SMS и так далее. А название фильма — это имя отправителя. На самом деле легенда абсолютно не важна. Когда вы увидите формулы, вы поймете, что тасовать их можно в совершенно произвольном порядке. Итак, платежи у нас поступают абсолютно бессистемно. Мы, кстати, сейчас отсортировали данные по алфавиту в графе А. Итак, бессистемно, а нам нужно, например, на этом листе собрать статистику по каждому конкретному виду платежа. Даже не статистику, а вывести сюда, например, количество транзакций и общую сумму, поступившую по тому или иному каналу. То есть в нашем случае информации по тому, сколько каждая студия сняла фильмов и каковы общие сборы по этим фильмам. Сразу скажу, что это можно делать через сводные таблицы. И кто-то, возможно, скажет, что делать надо именно так. Но мне кажется, что лучше это сделать с помощью формул. И в следующем видео я покажу, как это сделать. Так что подписывайтесь на канал, дабы это видео не пропустить, как и множество других отличных видео, которые у нас будут выходить. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.